Сейчас 41-е тысячелетие, и человечество правит звёздами. Эта обширная империя питается от миров. Гигантские промышленные планеты. Некроманда, величайший мир улей во всей империи. С городами, которые поднимаются из пепельных пустошей. Как отвесные горные верши. Шпиль на шпиле. Башня за башней. Ульи поднимаются так высоко над ядовитыми облаками, что рассекают небеса. И какие кошмары могут прийти в эти ульи, в города, где человечеству было позволено беспрепятственно расти в своих бесчисленных миллиардах? Ульи поднимаются в своих бесчисленных миллиардах. Ульи поднимаются в своих бесчисленных миллиардах. Гильдеры управляют подземным пуфем. Без гильдий и торговцев здесь нет порядка в жизни. Некому остановить полный развод. Вы думаете, что здесь все равно нет порядка. Но вам просто кажется, что это не так. Порядок это то, чего ищет здесь каждый бандит. Просто приказ. Они могут измениться одним способом. Они могут стать главными большими боссами. Не просто профессионал, трудящийся, трудящийся для дома ульи и трона. Порядок здесь другой. Никто не хочет, чтобы силовики или что еще хуже приезжали сюда, пытаясь сделать все так, как они есть в Хиде Сити. Итак, мы все следуем правилам позолоты. Без них все рушится. Никто не убивает позолотчика, если он по-настоящему опасен или по-настоящему отчаялся. А по-настоящему отчаявшиеся, самые опасные из всех. Вот почему я думаю, что мы можем помочь друг другу. Мы собираемся заработать себе эту награду за то, что уничтожим того, кто убил завтра, враг. И мы собираемся вернуть все на круги свои. Видите ли, мы служители порядка. Такие, как мы. Даже если мы заставим ее сшить небольшую ссору по пути. Вы в деле. Поверьте мне, это того стоит. Это все? Да. Вы уверены? Положительно. Там прячутся черные змеи. Вы уверены в этом? Вы уверены, что они там? Или уверены, что хотите попасть туда? Это всего лишь несколько вопросов. А потом день зарплаты. А потом день зарплаты. А потом день зарплаты. Хорошо, но будьте готовы ко всему. Они не могут защищать все подходы. Они войдут с обеих сторон. Вы двое этот уровень. Я направляюсь вниз. Вы и собака? Да. Хорошо, вот и все. Пойдемте. Я вижу часа. Подождите, пока я не окажусь на земле. А затем уберите столько, сколько сможете. Их там десятки. Что за? Он тоже вооружен до зубов. Я собираюсь подержать его здесь. Билл! Билл! Где вы? Лекса! Что, черт возьми, происходит? Я слышал, что я уже в куче. Мне сейчас здесь нужна помощь. Что происходит? Давайте надеяться. Это не так. Сколько вас здесь? Идите к черту. Что это? Я слышал. Вы должны были сделать это в одиночку. Я так и знал. Всегда работайте в одиночку. Позвольте этой скотине немного повеселиться. Похоже, вы выбрали не ту сторону, мразь. Куда вы когда-нибудь думали, что это вас заведет? Кто так? О, вы меня знаете. Черт возьми, Джерри Ко. Где я нахожусь? Мученический конец. Мученический конец. Мученический конец. Мученический конец. За куполом Ториана. За пределами опасных зон Дельта 7. Далеко от того места, где вы хотите быть. Я держу пари, что в противном случае, вы были бы в лучшем месте. И я могу заверить вас, что я был бы лучше, если бы не встретил вас. Я спас вам жизнь. Такое ощущение, что вы проделали отличную работу. Я полагаю, все зависит от того, что вы представляете себе мертвым. Мне кажется, что вы кажетесь более проницательным, чем следовало бы. Узнав об этом. Хватит загадок, шпилевый мальчик. Что случилось? Для всего этого еще есть время. Позже. Вы навредите себе, если будете так напрягаться, помните. Вы только что зашли так далеко. Я оставлю вас здесь с моим другом. Прямо за благословенным храмом есть водопой. Они называют это. Вы можете найти меня там, когда будете готовы. Готовы к чему? Это самое интересное. Выясняю. Кто вы такой? Что это за место? Я Маликатчин. Вы можете называть меня Малак. Я Чур срочный. А это моя операция. Вам повезло, что вы здесь. Черт возьми. Мошеннический док, если вам так больше нравится. Да. Что вы со мной сделали? Ничего. Я не должен был этого делать. Ну, может быть, немного больше, чем я должен был. Это самый впечатляющий набор бионики. С ними было бы приятно работать. Если бы не вся эта кровоточащая плоть, мешающая. Спасибо. Я уверен, что раньше этого было больше. Ваш друг прав, Кел Джерико. Он мне не друг. Что же, он был прав. Вы должны были умереть. Вас спасла только ваша бионика. Но все равно там было много повреждений. Вам потребуется немного времени, чтобы выздороветь, и немного времени, чтобы привыкнуть к переменам. Что? Несколько корректировок. Внутренний резервуар. Мозговой имплантат. Вы найдете все их улучшения, как только привыкнете к ним. Церебральный имплантат. Откуда, черт возьми, это взялось? От вашего друга Кел Джерико. Он мне не друг. О, я бы сказал, что так оно и есть. Теперь эти бионики. Как только вы исцелитесь, они позволят вам делать невероятные вещи. Но, возможно, мне нужно внести некоторые коррективы. Первый раз ничего не работает. Только не тогда, когда вы работаете с подобными материалами. В любом случае, вам следует вернуться и навестить меня, когда вы будете готовы узнать, на что вы действительно способны. Привет, дикая змея. Вы мне нравитесь. Вы должны уметь читать вывеску. Нет. Что там написано? Здесь написано только для посетителей. Но вам не нужно беспокоиться об этом. Вы все правильно поняли. Вы должно быть экстрасенс. Но шаш. Я никому не скажу, что вы мутант. Вот вы где, дикая змея. Сколько? Ваш друг уже обо всем позаботился. Зубы Халмора. Что это такое? Он мне не друг. Определенно экстрасенс. Возможно, это самое быстрое, что я когда-либо видела. Кто-нибудь, разберитесь с этим. Но в любом случае, ваш напиток оплачен. Вы должны пойти и повидаться с ним. Он прямо там. И если вы когда-нибудь захотите узнать, что здесь происходит на самом деле, вернитесь и навестите меня. Спасибо. Как вас зовут? Зовите меня просто жрицей дикой змеи. Итак, готовы поговорить? О том, как я спас вам жизнь. И смертельно. О лето. Ну, нет, я знал, что они не готовы к этому. Всегда работайте в одиночку. Я должен был придерживаться этого. Теперь, расскажите мне, что там произошло. Это банда Эши, которую вы хотели, чтобы мы уничтожили. С ними был кто-то еще. Да, я так думаю. Кто? Возможно, тот, кто убил Верекса. Я имею в виду, я так думаю. Черные змеи работают с преступником. Очень опасный преступник, который, кажется, называет себя Серебряным городом. Вы знали, что он был там? Нет, я этого не делал. Но черные змеи – это его мусор. Я подумал, что они могли бы дать нам несколько зацепок. Я не думал, что тот, кто убил Верекса, будет настолько сумасшедшим, чтобы все еще околачиваться здесь. Так вы решили повесить какую-нибудь приманку. Нет, ничего подобного. Кроме того, вы достаточно быстро согласились со мной на сделку. Маро и его брат специализируются на археологических технологиях. Тоже хорошая штука. И они контролировали почти всю торговлю здесь. Его караван попал в засаду менее чем в часе езды отсюда, поэтому я решил, что тот, кто был ответственен за это, уже давно ушел и был далеко. Но, похоже, это не так. Между тем, здесь есть несколько банд, которые пытаются сделать себе имя, рискуя больше, чем обычно. Черные змеи – те эшеры, с которыми вы встречались ранее, и пара всех наших банд – железные гадюки, ломовые домкраски. Так вы думаете, что они тоже работают на серебряный коготь? Я думаю, что они ведут себя ужасно смело. Как будто кто-то хочет, чтобы они создавали проблемы. И поскольку серебряный коготь все еще здесь, вы думаете, что это серебряный коготь убил Веркса или приказал это сделать? Да. Да. Черт возьми. У меня было такое чувство, что с другой стороны что-то происходит. Я следил за вами. Как только я узнал, я пришел предупредить вас. Но именно так я вас и нашел. Не совсем так. Как раз вовремя. Вы же не думаете. Этот серебральный имплантат. Откуда это взялось? Я взял его у черных змей. Может быть, они просто пытались это продать. Или, может быть, это то, что вы знаете, кто ищет. Вот почему было так разумно вложить это в вас. Так что, я думаю, мы выясним это так или иначе, спасая мою жизнь только для того, чтобы вы могли меня убить. Это не мое дело. Позор, так как это единственный выбор. Тогда я ухожу. Но спасибо, что предупредили меня о серебряном когте. Если бы я был менее щедрым человеком, я мог бы предположить, что вы у меня в долгу, знаете ли. Но я не буду. Послушайте, нам обоим предстоит сколотить состояние. Вы не получите это сами. Хотите поспорить? О, я бы держал пари. Но если вы проиграете, вам все равно нечего будет мне дать. Так что просто не забывайте, что предложение есть, и вы знаете, где меня найти. Итак, вы двое все уладите. Вы могли бы сказать и так. Послушайте, я ищу небольшую информацию. Стреляйте в железных гадюк. Слышали о них? Орлакс. Да, можно сказать, ваши друзья. Я знал некоторых из них. Вы знаете, где они тусаются в эти дни? Я не знаю. Но я знаю, кто может попытаться. Вон там бегун по куполу. Джадо там. Джу. Да, я кое-кого ищу. Джу. Они сказали мне, что вы тот парень, который поможет мне найти. Все, что угодно, в пределах дюжины куполов отсюда. Кто? Железные гадюки. Знаете их? Да, я знаю. Я знаю. В последнее время я здесь много шумяю. Знаете, где я могу их найти? Не совсем так. Но я знаю, что они сделали ход на стальных крокодилах. Банда хорошей жизни. Пару дней назад им повезло. Пойман лидер крокодила. Это так. Вы знаете, чего они от него хотят? Нет, но они чего-то хотят от него. Хорошо. Крокодилы ищут его. Я слышал, что гадюки собираются попытаться сдвинуть его с места. Они все равно контролируют весь транспорт в округе. Они контролируют сеть пальмовых и старых грузовых поездов, которые они используют для контрабанды. Я предполагаю, что они попытаются переместить их куда-нибудь в ту сторону. Голиафы никогда его не найдут. Вы знаете, когда я нахожусь там, где я могу сделать предположение? Вы хотите, чтобы я вам показал? Да? Хорошо. Тогда позвольте мне осветить путь. Думаете, вы сможете обнаружить фосфорный маяк? Что? Фосфорный маяк. Но не прогоняйте его лучшего друга в плохие зоны. О, проложите для вас тропу. Хорошо. Похоже, это оно и есть. Это ваше подразделение. Три, два. Вам нужно подняться на вершину, чтобы сесть в поезд. Пойдемте. Бегите. Вы будете скучать по этому. Джерико придется поднять моего шеф-повара за это. Эй, вы сделали это? Вы в порядке? Да, я сделал это. Может быть, этот мозговой имплантат мне так уж плох в конце концов. Хорошо, вам нужно найти Голиафа. Они посадят его в одну из бронированных машин. Вы видите это? Одна из машин полностью заблокирована. Заключенный должен быть внутри. Ха, я же сказал вам, умирай с головой. Вы не можете поливать. Вам повезло, датчанин тупоголовый. Итак, какого черта эти айзахватчики так сильно хотят от вас? Как поживаете, тощий? Где мои стим-собаки? Не важно, кто я такой. Чего хотят от вас железные гадюши? Эти тупые орлы. Они просто не хотят так пердеть. Нет, им просто нравится драться. Они бы уже убили вас, если бы просто хотели убрать вас с дороги. Они работают на Серебряный Коготь. Вам знакомо это имя? Последний шанс. Кто такой Серебряный Коготь? Чего хотят от вас железные гадюши? Вы действительно задаете им вопросы, не так ли? Скажите мне! Я ухожу отсюда. Вы слишком худой. Этот поезд направляется на всю территорию. Вы нашли его. Да, за всю ту пользу, которая была. Как мне съесть с этой штыки? Хорошо. Езжайте на нем до конца. Куда это меня приведет? Ну да. Вся территория замка. Как мне это остановить? Вперед или подумайте о Сальфис. Я в деле. Я собираюсь остановить это. Не надо. Вы могли бы застрять там с целой кучей злых. Все замки. Используйте терминал, чтобы отправить его куда-нибудь еще. И вы сможете выбраться оттуда. Так что же это будет? Второй обед. Да. Где вы были? У меня был поезд, чтобы поймать железных гадюк. Да, вы слышали, что их только что объявили вне закона. Верно. Что? Черт возьми. Ни одной упущенной возможности. Хорошо. Хотите знать что-то еще? Что? Где это? Они пытаются заполучить в свои руки старый генератор, возвращающийся в Дельту-7. Раньше это была территория Голиафа, но железные гадюки захватили почти всю ее, за исключением самого генераторома. Я слышала, что это все еще территория Стим Дога. Я не думаю, что так будет продолжаться долго. Чего хотят от него железные гадюки? О, вам придется выяснить это самому. Я мог бы просто сделать это, и сам получить эту награду, пока я этим занимаюсь. Вы не знаете, какой властью я обладаю. Это хуже, чем я думал. Хорошо. Я думаю, что знаю, где вы можете выйти. Верните генераторы повреждения гамма. Это все. Я вижу это. 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 Не двигайтесь. Это одна из вещей, которые вы должны сделать для меня, если хотите жить. Мои братья прикрывают меня. Они повсюду вокруг вас. Нет, это не так. Говорите, на кого вы работаете? Где серебряный копоть? Вы покойник. В любой момент. Может быть, мы попробуем это сделать. Привет. Эй! Эй! Вы большие куски стебля. Ищите каких-то колдунов. Мразь. Я думаю, что нашел его. Подойдите сюда. Теперь он весь ваш. Последний шанс. Говорите. О, правда? Вы собираетесь защищать его в одиночку? Да. И я слышал, что вы устроили беспорядок с железными гадюками. Не так сильно, как следовало бы. Как же так? Это не имеет значения. Они ваши старые друзья. Эти колдуны. Кто вам это сказал? Просто догадка. И это были черные змеи, которые испортили вам веселье. Вы имеете в виду, что снова преследуете меня. Вы знаете. Но, как я вам уже говорил, мы идем по одному и тому же следу. Вот почему мы должны работать вместе. Это будет разумный поступок. Вы знаете, иногда умный не платит. Что же, возможно, придет время, когда это произойдет? Я собираюсь посмотреть, что я смогу узнать о тех, кто второй лучший Эша, или празднует с маленькой дикой змеей. Празднуйте. Я слышала, вы уничтожили железных гадюк. Да. И ничего особенного в этом нет. Тот, который сбежал. Второе лучшее, что есть тогда. Я слышала, что железная гадюка убралась. Это так. Где? Я не знаю. Этот бегун по куполу. Мой телефон. Так, так, так. Вы мешаете мне идти вновь. Хорошо. Мне не нужно, чтобы кто-то ходил за мной по пятам. Я не с вами. У нас здесь все происходит. Железные гадюки изо всех сил пытаются удержать всю свою территорию после вашей последней пары забегов. И что с того, что они объявлены вне закона? Они уязвимы. Они развлекаются, как обычно. Я так слышал. Вы знаете где. Сколько это стоит? Много, если вы правы. Хорошо, тогда я вам покажу. Но добраться туда будет нелегко. Весь этот район раньше был шахтами. Кое-что из этого все еще есть. Так что лучший способ войти, это следовать за одним из старых осколков сверла. А в чем проблема с этим? Единственное, о чем я могу думать, все еще работает. Помните, что я вам говорил. Вам нужно найти станцию погрузки. Они приведут его таким образом. Их слишком много. Нет, я справлюсь с этим. Поднимитесь туда. Вставайте. Держите его прямо здесь. Я могу принять вас прямо сейчас или поднять с пола примерно через 30 секунд. Время. Что это будет? Отойдите в угол. Назад. Вы. Да. Я. Иначе вы были бы мертвы. Но я сказал тени оставить вас со мной. Тогда убирайтесь с моего пути, и мы можем считать это квитанцией. Знаете что? Я не понимаю. Почему вы меня отпустили? Тогда возвращайтесь, приятель в беде. Вы понятия не имеете, не так ли? Теперь я собираюсь по-настоящему вывеселиться. Вы отсюда не выйдете. До встречи. Не двигайтесь. Кто вы? последний человек которого вы когда если вы не будете осторожны вам меня не одарите я сделаю если придется я убил этих ваших друзей и я приму вас мертвым если мне придется написать письмо вы работаете на серебряный коготь и вы говорите что собираетесь взять меня как будто я преступник вы все равно что работаете на своего я ни на кого не работаю хорошо хорошо я уже начал что вы заработали свое состояние и ушли навсегда заткнитесь что вы здесь вообще делаете мы пришли чтобы спасти вас я выгляжу так будто меня нужно спасать о да ладно вам мы пришли с добрыми намерениями я даже не могу по моде опаздывать на помощь теперь знаете ли вы могли бы последовать моему совету и избежать всех этих неприятностей ваш совет никому не поможет избежать неприятностей о может быть и нет но разве я просто вытащите их из этого в конце или дальше кто это был он работает на голиафа за серебряный коготь я не знаю произошли некоторые события давайте вернемся к концу марта и я расскажу вам больше наш друг может показать нам как туда добраться не привлекая больше нежелательного внимания вы знаете я подумал что мы могли бы немного успокоить ситуацию здесь что с тем что вы уничтожили так много железных гадюк как вы это сделали а остальные объявлены вне закона и все такое или может быть это реакция но в любом случае это выходит из-под контроля что вы имеете в виду похоже кто-то назначил награду за гильду что серебряный скорее всего но ходят слухи о преступнике предлагающим много кредитов любому кто может взять тайдер это брат маро поэтому я думаю что вполне безопасно предположить что тот кто убил также является тем кто назначил награду за хидера ну будь я проклят сколько стоит наградой достаточно кроме того это может быть наш шанс заполучить в свои руки кого-то кто знает где находится серебряный коготь вы все еще хотите сделать это самостоятельно вы просите меня помощи соглашение для нашей взаимной как насчет этого что вы предлагаете один из нас охраняет верона ну под одним из нас я подразумеваю того кого зовут хью тем временем у меня есть еще пара зацепок по которым нужно проследить за этими черными змеями вы согласны конечно но лучше бы на этот раз она того стоило когда вы появились кто это был и что же это они сделали как он мог вот так просто исчезнуть я мог бы спросить вас об этом нет я не знаю я никогда не видел его раньше голиафы называли его тенью не что он сможет выяснить может быть здешняя жрица дикой змеи тоже знает больше дикая змея нет этот взгляд говорит о втором лучшем тень какой-то наемный убийца я кажется все время натыкаюсь на охотника за головами я не знаю тот ли это парень но некоторое время назад в этих краях работал охотник за головами он стал довольно непопулярен среди преступников ну да но и со многими другими тоже это тонкая грань вы знаете многие здешние люди сказали бы что требовать награды чтобы заработать себе несколько кредитов это одно я делаю это чтобы прославиться среди силовиков но это сделает вас довольно непопулярным это была его фишка пытается связаться с правоохранителем вы же не думаете что он будет работать на преступность преступники нет я сомневаюсь в этом насколько я помню нет силовики гильдейцы у любого кто хоть немного высокомерен и могущественен были идеи о том чтобы сделать себе имя даже с этими дворянами в шпиле но я его уже давно не видела на самом деле очень давно вы хотите еще так вот что даст вам значок гульдена довольно умная и старая цитата а это вы вас прислал к элджерику вы могли бы сказать и так он говорит что вам нужна некоторая защита похоже я нажил себе врага тот самый я не сомневаюсь кто убил моего брата они назначили награду за вашу голову да чтобы они сказали что это безобразие я держался здесь но я знаю что мы не собираемся сдаваться я ожидаю нападения и скорого что вы здесь делаете мне нужно чтобы вы были на чеку кто собирается напасть на вас здесь я не знаю но они предлагают много денег большинство банд не были бы настолько глупы но даже так тогда мы подождем здесь только два входа они оба запечатаны но мне нужно чтобы вы были на чеку это лотар мой самый надежный защитник он покажет вам быстро защитите цитадель две банды приближаются я хочу чтобы все сейчас вышли из боя мы не хотим оказаться здесь в ловушке вытолкните и прогоните их все он включен давайте черт возьми это больше чем я думаю мы окружены отойдите назад и охраняйте двери никому не платят если сюда попадет хоть один кусочек этого высокого скольца это катар мертв они все спланировали заранее они у них там есть какая-то буровая установка кто все еще внутри цитадели это я запечатайте это может быть разбудите их сейчас вы должны сейчас же запереть ворота иначе они их выломают я порт они внутри все воздерживаются от взаимодействия и получают все что у вас есть в последний раз вы там еще живем да тогда тащите свою задницу в большой зон вы видите его у нас мало времени идите скорее уже слишком поздно для всего этого помогите мне я покажу вам другой выход отсюда подойдите сейчас боже несколько улев такие подонки как вы думают что вам удастся пройти мимо меня я могу вас заверить они точно знают что они делают и почему у вас есть то что мне нужно ах гилдер остается со мной о только не он ну и он тоже новый у вас есть то что мне нужно тогда вам придется убить меня чтобы получить его действительно так как это застряло прямо у вас в голове на данный момент это лучшее место для вас виракс прячется у всех на виду у вас здесь есть наш друг которого вы должны поблагодарить за это жадность других сделает мишенью любого члена гильдии возможно но я никогда не слышал о жадности которая могла бы сравниться с бесстрашием гилдера а почему вы и ваш брат тогда слушаете хорошо но ни слова об этом другому ерихон у нас есть соглашение да да я очень хорошо позвольте мне начать около года назад начало появляться много желанных товаров ходили слухи о том что был достигнут потерянный купол и сюда шел постоянный поток старателей многое указывало на то что это была ценность удивительная ценность почему посмотреть на вас и на вашу бионику я бы не удивился если бы некоторые из них пришли оттуда но в любом случае мы с братом пытались убедиться что торговли регулируется должным образом конечно нам нужна была защита для такого предприятия как это мы всегда так делаем но больше чем обычно а потом мой брат был убит когда с тех пор здесь царила анархия вы знаете кто его убил нет но я знаю что это был не просто порыв или случайный поступок но всегда были преступники но их было больше чем раньше я был лучше организован кто-то подкармливал их большими идеями кто-то хитрый вы слышали как люди говорили о серебряном языке да и несомненно это было но кто он такой я понятия не имею и у меня есть стражи порядка снаружи которые кого-то ищут и я думаю что это вы ах мой эскорт здесь хорошо тогда мне пора уходить вы не найдете меня пока снова не станет безопасно но когда это произойдет вас ждет великая награда если вы сделаете так как говорите и найдете того кто убил моего брата и немного быстрее стражи порядка на двери не очень хорошо смотрится для бизнеса вы знаете об этом о да холодная чернота все знают об этом холодная чернота да так они это стали называть видите ли насколько можно судить это то что раньше было черным уровень купола под названием тарианская гамма-5 или что-то в этом роде во всяком случае но все начали называть это холодным черным после того как там начали происходить всякие вещи боевые действия вы имеете в виду над архитектором нет нет здесь никто не будет беспокоиться об этом это повседневное дело начало появляться много странных вещей более странных чем это второй лучший вы пьете конечно странный означает редкий а редкий означает ценный так что там было много людей которые искали его но потом они начали возвращаться с историями или вообще не возвращаться что это за история люди собираются их увидеть что-то в темноте голоса странные сны кошмары видения только без всякой дикой змеи это вызвало много подозрений о чем о том что задумали эти два гульдена так что если вам интересно из-за чего убили мороу что же я думаю ответ может быть где-то там а что там сейчас происходит я слышала что с тех как мороу застрелили большая часть территории вокруг была занята орлоком банды под названием ломовые домкраты взяла под контроль большую часть этого я слышала что если они умны то будут держаться подальше от этого места но контролировать доступ к нему не помешает все равно кто-то спрашивал о вас парень с отчетливым запахом делака кто-то слышал как вы избавили рекса от неприятностей молодец что создал старую крысу даже я не знал об этом это избавит его от многих неприятностей он все равно сделал бы это без меня послушайте вы слышали о холодном черном о да вы были там нет я тоже не пойду слишком много историй но вы знаете где это находится да и я скажу вам чтобы вы держались от этого подальше это не то что мне нужно отведите меня туда о право да хорошо но не до конца я не войну это все и это все на что я способен вам нужен мой совет оставайтесь вне поля зрения как можно дольше маршрут старатели заняли его королевскую кровать вы увидите несколько знаков которые появляются и исчезают я думаю что продолжу наблюдать за вами некоторое время но вы сами по себе чего так бояться не может быть ничего хуже той беды в которой мы уже оказались а 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 хорошо хорошо он возвращается из холодной тьмы какие секреты вы нашли я не знаю там внизу что-то что вы имеете в виду я там кое-что нашел дыба корабля и множество мертвых орлов под ним какая-то яма я оказался там внизу и на меня что-то напало кое-что чего я никогда раньше не видел хорошо хорошо значит истории были правдивы но вещи которые скрываются в темноте обычно не выходят чтобы назначить награду за головы гилдера я предполагаю орлоки пожадничали но не похоже что то что мы ищем находится там внизу нет это не так эти орлоки собирали мусор в поисках серебряного когтя но любой кто делает это там внизу больше не будет для нас проблемой действительно я думаю что отсюда тропа ведется вверх я собираюсь уехать из города на несколько дней мне нужно пройти по нескольким таким тропам последняя вторая лучшая дикая змея ах вы нашли там что-то хорошее нет мне нужно кое-что забыть ой вы хотите избавиться от этих воспоминаний это кое-что полезное что у вас есть нет у меня ничего нет я слышала как эл говорил что по его мнению наверху происходит какая-то контрабанда вероятно все это это выше моих сил вы поняли да отлично вы имеете в виду еще одну настенную змею что вы знаете о домкратах для металлолома ломовые домкраты это банда орлока контролировала большую часть тяжелого транспорта здесь такого какой он есть вы знаете вы правы если там происходит какая-то контрабанда они вероятно знают об этом что вы знаете о чеках на металлолом я знаю что они все заперты я слышал что у них может быть какая-то контрабанда о да я так думаю здесь типа полно всяких банд специалисты по транспорту они скажут вам что у них в руках обломки старая контейнерная система я не спускал с них глаз некоторые его части все еще работают и похоже местами время все еще идет значит если они занимались контрабандой то через это вы пойдете и посмотрите вот так вы в деле раньше это была территория ван сил до того как ее захватили орки и они называют это хорошо но что вы собираетесь делать теперь я собираюсь отправить посылку и сообщение если орлоком нужен их груще они могут прийти и забрать его у меня как мне перенаправить одну из этих вещей с другое место вам нужно будет найти первую диспетчерскую это на одной из их платформ наверх вы понял вот и все убийственная двойная семерка понял прямо передо мной хорошо теперь найдите терминал управления вы можете использовать его чтобы изменить координаты пункта назначения и перенаправить контейнер хорошо оставайтесь на месте мне нужно сделать собственную доставку успокойтесь где вы взяли эту штуку никогда мальчик ловите осторожнее у нас есть только один я обязательно правильно приклею его на контейнер хорошо давайте просто уберемся отсюда прямо сейчас будьте осторожны есть воздушный ящик запрограммированный на создание места вы действительно не хотите беспокоить вы этого не делаете что черт возьми все это значит посылаю джадо с этими объединениями послушайте я оказал вам джадо рассказал мне что вы задумали хорошая идея но чтобы ни было в этом контейнере это доставило бы больше глобот чем того стоило орлоки получили сообщение или то же самое они знают что мы теперь занимаемся их бизнесом а это значит что серебряный коготь тоже знает рано или поздно мы их вытащим не так как я я собираюсь пойти найти их я вторая лучшая да вы чувствуете себя храбрым только не пиво я имею в виду показывать свое лицо здесь я упускаю что-то чего вы не знаете орлоки совсем обезумели они назначили награду за вашу голову ну разве это не так вы забыли упомянуть эту часть я подумал что позволю вам немного насладиться тишиной и покоем к чему такая спешка когда за вами все равно будут охотиться как за собакой всю оставшуюся жизнь спасибо но я думаю что справлюсь домкратами для металлолома теперь дело не только в них это орлоки вы думаете они все работают на серебряный коготь нет я не знаю но я думаю что вы вмешиваетесь в домашнее дело вот в чем особенность этих бандов некоторые из них могут попытаться распространить и сделать себе имя работая с таким преступником как их серебряный коготь но все еще есть домашний бизнес дома возможно никогда в этом не признаются но они точно знают что здесь занимаются и они всегда будут следить за тем чтобы это работало и для дома тоже я знаю как это работает поверьте мне железные гадюки ломовые домкраты чтобы они не делали серебряным коптем это не что иное как контроль который он дает им здесь в поезде есть транспортер это домашнее дело и организации не хотят чтобы в это вмешивались сейчас вы создаете им настоящие проблемы даже мои источники наверх вы слышали об этом хорошая работа я здесь не для того чтобы затевать драку с домом орлов но вы должны но вы должны быть довольны они беспокоятся что у нас есть возможности а у нас есть цена за нашу голову или это только у меня подробности не беспокойтесь об этом у нас есть возможность там будет собрать митинг лидеры нескольких ван тарлоков даже главы кланов из города улья знают об этом и если серебряный город действительно является частью всего этого он может даже быть там где осторожнее я не уверен что сейчас самое подходящее время для этого я все равно узнаю сам хорошо хорошо но потише джада может вам помочь но не будьте так опрометен может быть просто посмотрим кто появится первым я ждал вас вы знаете что происходит да и я не уверен что мне это нравится это довольно большое дело посмотрим вы знаете где это происходит не совсем так но у меня есть след по которому мы можем пойти я дала вам контроль а вы его теряете вся эта драгоценная драгоценная археология и я отдала его вам а вы даже не можете вести торговлю в нашу сторону идет сильная жара вы зашли слишком далеко с этим телом пивным топором и это место там внизу проклятых это все ну посмотрите кто это как вы думаете что вы делаете начинаешь заниматься бизнесом а лока по вы из всех людей черт бы их побрал похоже все крысы разбежались но мусорщики будут искать нового лидера отличная работа пока мы здесь я посмотрю смогу ли я найти себе что-нибудь хорошее увидимся позже так-так-так если это не бич дома новости быстро распространяются в этих краях обычно не так быстро вы делаете себе настоящее имя мой друг и кругленькое состояние я слышал парочка этих орлоков была в розыске да весь этот бизнес наконец-то начинает приносить плоды я возможно в нескольких отношениях чем один что еще вы выяснили она была там серебряный коготь с черными змеями она вы уверены да вы уверены что это не была одна из из тех нет это был серебряный коготь орлоки никогда бы не проявили к эссер такого уважения вы знаете где они прячутся черные змеи может быть но помните орлоки все еще назначили цену за вашу голову я не уверен что с вашей стороны было бы разумно затевать два боя сразу оставьте пока черных змеи вы следите за собой ты должен быть диким снег верно слишком мило но вы должны быть осторожны я слышала что орлоки все еще назначили вам награду что от них осталось они все еще красные вороны у них много территории за куполом тариана довольно опасно но знаете что я слышала то что слышала пара банд голиафов действительно наслаждается шоу которое вы устраиваете и я слышала что они решили что пришло время избавиться от красных лоран раз и навсегда похоже это будет настоящая война банд может быть вы хотите присоединиться и избавиться от еще одной из тех проблем с которыми вы постоянно сталкиваетесь действуйте осторожно мой друг похоже он вязался в бандитскую войну где вы или и иду присоединиться к веселью может быть здесь черные слуги я слежу за ними но держите у вас серебряный верзила может быть с ними будьте на чеку черные слуги направляются в вашу сторону запомните что угодно только не голову мне нужно чтобы он был целом когда я его отрежу какого черта значит вы начали настоящую бандитскую войну все ваши собственные я знал что сделал мудрый выбор я думал вы позаботитесь об этом эша ну я пытался но они в движении они избавились от всех старых серебряные когти держит их при себе и похоже что они продолжают двигаться вот как я вас нашел серебряный когти так это действительно была она да я в этом нет никаких сомнений так вот этот урод тень тоже был там правда так он работает на серебряный когти нет он тоже охотится за ним хорошо давайте будем готовы в любом случае он похоже не хочет делиться мы уже близко черные змеи убрались но есть еще одна банда эшеров работающая на серебряный когти отравленные когти что вы хотите кого бы я не нашел первым ну просто совет но джада может сказать где найти ядовитые когти мне кое-что нужно ядовитые когти вы знаете где они прячутся конечно вы что планируете визит да я беспокоился об этом они задержались на старом заводе и превратились в похищение большое место для хранилищ я могу доставить вас туда но я не знаю что вы найдете внутри никто кроме самих ядовитых когтей знаете на что большинство из этого не похожи и если они сохранят хранилище вы не пройдете без взрыва это не обязательно должно быть я так и думал что вы это скажете хорошо серьезно это рискованно я хочу больше но я уже видел несколько таких старых мест раньше я думаю что возможно знаю способ хорошо вы уже близко вы могли бы пробиться внутрь с боевой но химические лаборатории находятся глубже внутри все здание представляет собой гнездо сводов вам нужно найти переборки на перекрестках и установить те заряды которые я вам дал отойдите с дороги и я взорву все дистанционно я собираюсь хорошо этого достаточно я позволю им взорваться возвращайтесь и приготовьтесь быстро войти вы полный прессе с фолл выпакуем уртет мэн спасибо вам хелмер я нашел вас что вы не можете дождаться пока я вернусь к мученическому концу я правильно нет это плохо группа железных пушек только что атаковала мамин конец серебряный коготь пытается захватить все это место больше ничего залегайте на дно вы действительно превратили это в войну где кэл он весь внутри нам нужно найти другой путь внутрь вы знаете через купол тариана может быть купол тариана это долгий путь вокруг это пока старый туннель ведет прямо в конец марка они просто слишком далеко внизу так что ничего хорошего нет но это все еще наш лучший шанс хорошо нам просто придется придумать реальный план по дороге скольких еще из вас мне нужно застрелить чтобы сделать один больше нет нет тогда послушайте вы собираетесь передать мне сообщение вы и все остальные отбросы улья работающие на серебряный полот убирайтесь отсюда и никогда не возвращайтесь вы меня понимаете она мертва если я застану вас с ней вы только что упустили самый счастливый второй шанс который у вас когда-либо был теперь идите вы отпускаете его пока еще и подлатал все что вам нужно тогда мы закончим с этим черт возьми они украли еще одну биту вы видели ерихон нет с тех пор как он закончил расстреливать это место не уверен какой у него был ну может быть не в этот раз но хватит вам двоим торчать здесь если вы создаете такие проблемы вы у меня в долгу за что за беспорядок вы сделали их двоих ну скажите вы готовы пришло время да я готов пришло время всему этому закончится вам пора где это ваша собака он вам понадобится так вот оно что они здесь все они да впереди есть рекламаторий судя по всему черные змеи держатся там довольно долго серебряный коготь который с ними да я почти уверен что вчера последовал за этими наемными убийцами сюда после того как вы выгнали их с марса конец однако там откуда они пришли есть еще кое-что а что осталось от тех галиафов собаки steam они похоже уверены что кто-то им должен они не единственные вонс хорошо и есть много способов которые я мог бы найти что же тогда для меня это звучит как план выбирайте сами мой друг увидимся в ней он не инсайд значит вы нашли меня вы можете быть удовлетворены этим по крайней мере до того как я убью вас нет не пытайтесь какое удовлетворение было бы в этом для любого из нас я застрелила вас вот так прямо там где вы сейчас находитесь я хочу знать кто вас послал на кого вы работаете никто меня никто не посылал за вашу голову назначена награда я пришел чтобы забрать его что же я рада что вы пришли у вас есть кое-что чего я хочу возможно мы могли бы обменять его что вот эта штука у вас в голове это докажет что я не виновна какого черта что вы имеете в виду церебральный имплант она убила враг со чтобы получить не так ли или или келл вы снова работаете на старика мне не нравится то что я слышу и ерихон вы ее знаете старая проблема когда я думал что имел дело с давным-давно почему вы вернулись потому что это мое право кай точно так же как это ваше джерико это было не очень мудро я отпрыск благородного дома я могу блуждать но возвращаться по праву рождения и эта штука в голове вашего маленького друга докажет что они предали меня никто вас не предавал вы зашли слишком далеко я дал вам последний шанс слишком далеко кормите всех остальных дворян и шпиль тем чего они жаждут древние технологии и средства для жизни в течение тысячи лет есть способ и есть способ некоторые из них запрещены вы знаете почему они отвернулись от вас нет они отвернулись от меня чтобы отречься от своих собственных грехов они изгнали меня и послали вас убить меня и я дал вам выход я же сказал вам уходите никогда не возвращайтесь никто никогда не станет 10 лет проведенных в отравленных пустошек и все это время они бездельничают наслаждаясь жизнью за пределами мира благодаря подаркам которые я им подарила вещи которые я нашла для них здесь в этом жалком месте вещи которыми я рисковала всем чтобы найти их бесценные сокровища вы сделали это радио острых ощущений или для этой жизни нет другой причины вы такой же как только вы не хотите признаваться в этом самому себя вы слишком сильно рисковали вы совершили слишком много ошибок и самый большой из них возвращаться после стольких лет ошибки это то что объединяет всех вас и ерихон вы вы тоже здесь работаете на маленького лорда хелмора о нет где их много вам бы хотелось знать чем он занимался позволяяя таким как вы сбежать от того что он получил замену тогда скажите мне кто кто вас послал вы уже это знаете мой отец лорд катались то же самое вы доставили слишком много хлопот и сейчас все закончится черт возьми черт возьми вы такой же плохой как и он вы не имеете права на эту награду за то что вы сделали оставьте ее убирайтесь отсюда и я оставлю вас в живых позвольте мне подойдите возьмите достаточно вы не знаете мои силы ну что же тогда все кончено напоследок она ваша награда это ваша хотел бы сказать что это было приятно тень кто он был то что он сказал о вас он какой-то малолетний головорез хочет сделать себе имя совершаю ужасные поступки для тех кто лучше его жаль что нам пришлось встретиться таким образом правда вы солгали мне джерико мы преследовали серебряную башню и вы все это время знали что она такая вы помогли избежать в первую очередь все это правда или нет но есть вещи которые я не хотел бы разбирать в любом случае вы должны считать что вам повезло что я рискнул но это все мы закончили даже с причудами возьмите тело и требуйте свою награду что вы собираетесь делать я собираюсь избавиться от этого дурака тень теперь идите возвращайтесь голове хозяина что это такое черт возьми еще одну на проклятие вы джерико вы